Роберт Шейнфилд. Освобождение от денежной игры. Предисловие. На протяжении всей истории у каждого века и поколения существовали свои убеждения и верования, которые люди принимали как правильные и никогда не сомневались в их окончательной незабываемости и верности. Впоследствии многие из этих убеждений и предположений признавались неправильными, как следствие люди меняли свои взгляды на жизнь и принимали новые верования и убеждения. К примеру, было время, когда люди думали, что мир плоский, а позднее мы обнаружили, что это неправильно. Было время, когда люди считали, что Земля находится в центре Вселенной, а все остальное вращается вокруг нас. А потом мы открыли, что это не так. Если вы изучаете историю медицины, то найдете всевозможные убеждения и предположения о том, что такое болезнь, как функционирует тело и как его вылечить. А впоследствии многое из этого признавалось неверным. Если вы занимаетесь научной деятельностью, неважно, какую ее отрасль вы избрали, физика, химия, биология, астрономия и т.д., вы видите тот же самый повторяющийся шаблон, набор убеждений, предположений и научных моделей, которые однажды являлись абсолютно достоверными, были правдивыми и истинными. Последствия оказываются ложными. В итоге ученые постоянно пересматривают свои теории и модели. И ведь если предположить, что раз история может принимать любое направление, тогда окажется, что большинство из того, что мы считаем, само собой разумеющимся, может просто не быть истиной. Тем не менее, в любую эпоху, в каждом поколении, мы настолько заперты в плену господствующих верований и убеждений, что часто не видим истину. Одним из самых грандиозных наборов убеждений и предположений, которые мы приняли и никогда не подвергаем сомнению, является то, что Боб назвал денежной игрой. Убеждения и верования, лежащие в основе денежной игры, пребывают неизменными столько же, сколько существуют сами деньги. Фактически, они могут оставаться совершенно нетронутыми, дольше, чем любой другой набор убеждений и предположений. Можно сказать, что денежная игра – это что-то вроде священной коровы. В главе 1 Боб рассматривает верования и предположения, правила и нормы, лежащие в основе денежной игры. В начале этого обсуждения будет совершенно нормальным и разумным верить, что все эти вещи являются правильными и однозначными. «Конечно, все это так и работает», – вероятно, скажете вы себе. Однако вскоре вы увидите, что ни одно из этих правил и норм, которые есть у вас относительно денежной игры, а также ни одно из верований и убеждений, лежащих в основе этих правил и норм, не является истиной, невзирая на то, насколько естественными, логичными и разумными они могут казаться на первый взгляд. Я прожил большую часть своей жизни, играя в денежную игру. Фактически я начал играть у нее с 10 лет, подрабатывая разносчиком газет в своем районе. Полгода спустя я стал в тележке разводить для соседей бутыли с водой, заполненной родниковой водой из парка. Позднее я стал искусным игроком денежной игры, однако, как говорит Боб, «неважно, насколько хорошо вы играете в нее, неважно, сколько денег вы скопили, играя». Всегда при этом существует огромная цена, которую вы платите в виде стресса, беспокойства, боли, разочарования и потери чего-то важного для вас, если вы играете в соответствии с правилами, нормами и моделями, которым вас научили в то время, когда вы росли. В моей собственной жизни, несмотря на многочисленные достижения, которыми я горжусь, таких как книги серии «Chicken soul for the soul», разошедшиеся более чем 100 миллионным тиражом на 41 языке по всему миру, запись в книге рекордов Гиннеса и большое количество почестей и наград, и несмотря на то, что я смог скопить много денег, я при этом всегда платил большую цену. Было много раз, когда запуская новую книгу серии или иной проект, я проводил в изнурительной дороге от шести и более месяцев вдали от семьи и друзей. В результате, как и Боб и многие другие люди, чем лучше я играл в денежную игру, тем более явным становилось растущее желание найти другой способ игры и иной выбор правил, которые по-прежнему позволяли бы создавать и переживать опыт изобилия, и при этом давали возможность обернуть его в совершенно иную упаковку, с нулевой ценой. Когда для устаревшего набора убеждений и предположений приходит время дать путь новому, это всегда начинается с одной личности, говорящей, «Нет, так неправильно, вот это является истиной». И неизменно эта личность встречает противодействие, подвергается критике и злобным нападкам. Но некоторые люди все же продолжают слышать и видеть истину, а затем их становится немного больше, потом еще немного больше, пока их количество не достигает критической массы. И тогда старый образ мышления разрушается, оно буквально вырывается в массовое сознание. Я предсказываю, что трансформационное озарение и процесс освобождения, в котором вы сейчас начнете путешествие, станут началом революции, полностью разрушающей прежние убеждения и положения об изобилии денежной игре. Революции, озаряющей мир новыми возможностями и перспективами. Весьма интересно, что хотя Боб в данное время является единственным голосом, вещающим о новой истине, он не подвергается сопротивлению, критике или нападкам. Как раз наоборот, множество людей со всего мира резонирует его откровением. Об альтернативе традиционной денежной игре и с радостью находит новые пути создания и переживания опыта изобилия. Говорили ли вы себе когда-нибудь? Хотел бы я, чтобы кто-нибудь рассказал мне об этом раньше. Если это так, знаете, у вас в руках то, что кардинально изменит вашу жизнь. Не успеете глазом моргнуть. Итак, если вы готовы начать чтение этой книги, то вдохните глубже, пристегните ремни и будьте готовы моргнуть. Джек Энфилд Су автор книг Chicken Soup for the Soul Видение Какой ребенок, у которого не получилось уснуть жаркой летней ночью, не думал, что он видел парусник Питера Пэна в небе? Я научу вас, как увидеть этот парусник. Роберто Кутрунео Ребенок летним утром У истины есть способ достичь души Искателя, даже если его наружное деяние порой отводит ее взгляд. Джозеф Уаутфилд То, чем я хочу поделиться с вами в этой книге, идет вразрез со всем тем, чему вас учили с детства и весьма вероятность тем, что вы считали истиной всю свою жизнь. Читая первые семь глав, вы можете чувствовать себя так, будто оказались в сериале «Сумеречная зона» или в каком-нибудь научно-фантастическом фильме. Возможно, появится следующая мысль. Какое это имеет отношение к деньгам? Перейдешь ты, наконец, к делу? Он что, сумасшедший? Да он просто чокнутый. Это не то, что я ожидал, когда покупал книгу. Ну и хрень. Или мое излюбленное. Дерьмо собачьим. Можете посмеяться, но, пожалуйста, примите то, о чем я говорю всерьез, потому что через некоторое время, если вы продолжите читать эту книгу, подобные мысли могут прийти к вам. А мне не хотелось бы, чтобы они отвлекли вас или задержали ваше продвижение к освобождению от денежной игры. Вероятно, иногда вы будете чувствовать себя ошеломленным, дезориентированным, скептически настроенным, раздраженным или не в своей тарелке. Все это вполне ожидаемо. Нельзя покинуть денежную игру без радикальных перемен в восприятии себя самого, других людей, мира и стратегий, используемых вами в повседневной жизни. Процесс такого радикального сдвига задействует все аспекты вашей личности. Именно поэтому я дал в этой книге подзаголовок «Ошеломляющие стратегии для изменения правил игры, в которые невозможно выиграть». И все же, если вы относитесь к большинству тех людей, с которыми я говорил о процессе освобождения, то неважно, насколько сильным может быть сопротивление услышанному, некая часть вас будет подсказывать вам. Все это правда и каким-то образом я всегда это знал. Не имеет значения и то, насколько фантастическим поначалу будут казаться мои слова. Путешествия, в которые я беру вас с собой и конечный пункт, которого вы сможете достичь, вполне реальны. Мой друг и наставник, которого я назвал B.W., освободился от денежной игры. Сам я пришел к свободе и совершенно иному образу жизни, о котором расскажу в главе 13, обучаясь с тех пор людей со всего мира, как достичь того же. Освобождение очень реально, и вы тоже можете прийти к нему. Когда вы последуете практическим советам, находящимся в конце книги, если к тому времени у вас еще останется желание или необходимость узнать о них, то вы своим собственным опытом подтвердите истинность и достоверность того, о чем я расскажу. Эта книга содержит в себе шесть разделов. 1. Предыстория моего открытия. 2. Правила игры. 3. Философская система, открывающая двери к освобождению от денежной игры. 4. Научные свидетельства, подтверждающие эту философию. 5. Особые, действенные, простые и в то же время чрезвычайно мощные практики, следующие из пунктов 3 и 4, которые применяются для преобразования вашей жизни и денежных отношений в состояние, которое сейчас даже невозможно вообразить. Здесь же я поделюсь историями из реальной жизни, чтобы проиллюстрировать те ощущения и опыт, которые следуют из обсуждаемых философских и научных концепций. 6. Мое приглашение для вас – совершить подлинный прыжок веры, практически применить полученное знание, подтвердить себе его истинность и силу и раскрыться навстречу особенной, совершенно новой жизни. 7. Предыстория открытия как раз и посовещено это введение. Но прежде чем продолжить, вернитесь на несколько строк выше и перечитайте пятый пункт еще раз. Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Объяснение философских и научных концепций, которые делают возможным практическое использование техник, займет некоторое время. И у вас периодически может появляться нетерпение, желание перейти сразу к сути дела. Я хочу, чтобы вы помнили. Мы в конечном счете направляемся к весьма насыщенной, ежедневной практической деятельности. Обещаю вам, что к моменту, когда мы подойдем к практическим аспектам процесса освобождения, у вас перед глазами сложится ясная картина происходящего, и вы даже будете очень благодарны за то, что я положил теоретическое основание, сделавшее возможным ваш успех. Множество людей, открывающих для себя концепцию, к изучению которой вы приступаете, в конце концов задают мне следующий вопрос. А откуда вы узнали об этой штуке? Я отвечаю так. Это похоже на процесс собирания паззла из отдельных фрагментов. Ты берешь кусочек здесь, кусочек там, другой кусочек здесь, еще один там. Сами по себе они не имеют никакого значения. Но по мере того, как ты собираешь все больше и больше таких кусочков, начинает проявляться некая большая картина. Потом, когда собрано еще больше кусочков, окончательная картина ясно предстает перед твоим взором. Ни один человек и ни один источник предоставили мне все эти фрагменты. Но я постоянно искал их, собирал и складывал. И однажды завершенная картина открылась моему взгляду и совершенно поразила меня. Как поразиты вас, если вы позволите ей? Первый фрагмент пришел от моего удивительного дедушки, с которым я рос. Его звали Аарон Шейнфилд. Из одной простой идеи он создал компанию, попавшую в список Fortune 500, и о которой вы, возможно, слышали. Manpower Inc. Самый большой в мире сервис временной помощи. Сноска. Сервис, предоставляющий заказчику какой-либо персонал, а временное пользование, например, в связи с нехваткой у заказчика собственных, квалифицированных работников в условиях Аврала. По мере своего взросления, я чувствовал, что за гигантским успехом, созданной им компанией, и его накопленным состоянием, стояло что-то очень необычное. Некая тайна, о которой никто в семье не знал, или они просто не говорили об этом. Когда мне исполнилось 12 лет, я буквально заваливал его вопросами в надежде выяснить причину и разгадать его тайну. Однако он практически всегда уходил от моих вопросов. Но однажды, когда мы всей нашей большой семьей отдыхали в Кран-Монтане, Швейцария, празднуют 70-летие деда, он пригласил меня отведать вместе с ним горячего шоколада и, наконец, рассказал свою историю. В тот день он положил начало моему осмыслению двух важных истин, которые навсегда изменили мою жизнь. Первое. Существуют скрытые силы, которые управляют происходящим в мире, и лишь совсем немного людей знают о них. Второе. Через осознание и изучение этих скрытых сил можно освободить могущественную энергию и использовать ее, чтобы в буквальном смысле творить чудеса в своей жизни. Возможно, вы подумаете, что различного рода книги, курсы и семинары переполнены подобными новостями, но мой дед под скрытыми силами подразумевал нечто совершенно иное, и он использовал свои особые приемы, чтобы раскрыть их. Так что даже, если вышеупомянутые истины кажутся вам сейчас банальными, оставайтесь со мной, ведь я собираюсь представить их в совершенно ином свете. С момента той первой части в маленьком кафе в Кран-Монтане происходили и хорошие, и плохие события. Хорошим было то, что теперь он рассказывал мне об истинной природе этих скрытых сил и учил, как найти их. А плохое случилось 7 месяцев спустя, когда он умер, не завершив моего обучения. Затем, в продолжении 35 лет, я применял полученные от него знания, использовал секреты, которые он оставил, усиленно работая в поисках недостающих фрагментов, чтобы собрать все в цельную систему, которую я верил, он сам открыл бы мне. В течение этих 35 лет я нашел множество таких недостающих кусочков, сложив их в систему, которую применял, чтобы стать опытным игроком в денежной игре. Сначала я использовал ее, чтобы стать топ-продавцом в компьютерной фирме, занимающейся оптовыми продажами, затем показал выдающиеся результаты в качестве менеджера по продажам, менеджера по корпоративным коммуникациям, регионального управляющего, директора по маркетингу, вице-президента по маркетингу, консультанта и предпринимателя. Позже я применил эту систему, чтобы создать и реализовать маркетинговую модель, позволявшую получать прибыль от мультимедийных семинаров Тони Робинса. Стимулировал рост франшизы компьютерного магазина компании Connecting Point of America с 900 миллионов долларов до 350 миллионов долларов в очень прибыльных продажах за менее чем 3 года. Продолжая применять систему, я скопил собственный капитал, но затем потерпел неудачу, обанкротился полностью и даже остался должен 153 тысячи долларов. Позже я восстановил свое состояние даже в большем размере, чем прежде. Среди многих проектов, способствовавших моей второй удаче, был рост Blue Ocean Software с 1,27 миллиона до 44,3 миллиона за 4 года. В результате чего компания упоминалась 3 раза в списке Инк 500, журнала Инк Магазин. Этот потрясающий рост, сопровождаемый ошеломляющей прибылью, привел к тому, что Blue Ocean была куплена софтверным гигантом Интуит за 177 миллионов долларов, значительный кусок из которых пошел мне в карман в награду за мои усилия. Я также написал две книги, ставшие бестселлерами, которые раскрывали кусочки мозаики, собранные мною к тому времени. Первой книгой была «Тайный ключ к вашей судьбе», а второй, одиннадцатый элемент «Ключ к достижению богатства и успеха». Однако спустя год после продажи Blue Ocean Software, после того, как в результате серии успешных сделок я скопил денег еще больше, чем прежде, я увидел, что огромные куски моего богатства снова исчезают. Я остановил себя и сказал, «В этом нет никакого смысла, наверное, я что-то упускаю». Я понял, что должен спуститься глубже в кроличьи дыр. Если использовать известную фразу из книги «Алиса в стране чудес» и кинофильма «Матрица». Я был сам по себе, без семьи, когда произошло мое первое банкротство. И хотя потеря всего была мучительно болезненной, я смог это пережить. Но теперь у меня была жена и двое детей. У нас была именно такая жизнь, которая делала нас бесконечно счастливыми. Я знал, что если потерплю поражение в финансовой сфере еще раз, то боль станет просто невыносимой. Ведь под ударом окажется моя семья. Я был очень испуган и буквально одержим желанием найти то, чего я все еще не знал. Я снова погрузился в исследование с совершенным намерением отыскать последние, недостающие кусочки мозаики, о которых я верил, ведал мой дед. Но очевидно, не я. Восемь месяцев спустя они открылись мне. И на страницах этой книги я расскажу вам о них. Исходя из моего собственного опыта и в результате общения с сотнями чрезвычайно богатых людей, включая самых богатых в мире, я осознал, что денежная игра это такая игра, в которой невозможно выиграть. Не имеет никакого значения, насколько хорошо вы в ней играете. Равно как не играет роли, сколько денег вы уже накопили. Потому что денежная игра всегда ведет к неудаче, в виде стресса, беспокойства, боли, различного рода потерь и разочарований. Если вы играете в соответствии с ее правилами, предписаниями и схемой, которым вас научили в процессе вашего взросления. Большинство экспертов учат тому, как эффективнее играть в денежной игре и накапливать все больше и больше денег, но такие рекомендации не работают так, как хотелось бы. Вам необходимо совершенно уйти из денежной игры и начать играть в новой игре с другим набором правил и предписаний, которые изберете вы. Именно тогда ваша реальность по-настоящему трансформируется, останется трансформированной, и жизнь начнет быть действительно захватывающей. Прежде чем мы отправимся в путешествие, я хотел бы отметить несколько важных моментов. Разные люди читают книги по-разному. Кто-то приступает к чтению с самого начала, последовательно продвигаясь к завершающим страницам. Другие же торопятся вперед, перескакивая с места на место и читают поверхностно, пропускают отдельные части. Мое желание – поддержать вас в процессе освобождения от денежной игры. Но чтобы сделать это, мне необходимо давать отдельные фрагменты мозаики в особом порядке и помогать вам собирать их определенным образом. Если вы последуете моему руководству, то величественная, большая картина вдруг предстанет перед глазами и придаст вам сил для того, чтобы покинуть денежную игру. В противном случае вы останетесь у разбитого корыта с горсткой странных картонных кусочков в руках и закроете самому себе доступ к реальной силе, оставаясь запертым в ограничениях и предписаниях денежной игры. Короче говоря, пожалуйста, будьте терпеливы, читайте главы последовательно, в темпе, который подскажет ваше вдохновение. Доверьтесь мне и держитесь моего руководства. Я знаю, как выйти из денежной игры и могу помочь вам сделать это. Но вы должны следовать карте, представленной в этой книге. И, наконец, прямо сейчас осознайте следующее. Вы не освободитесь от денежной игры, только лишь прочитав эту книгу. Я могу показать вам путь, могу открыть портал в другой мир. Даже помогу перешагнуть в него и расскажу, что делать в этом новом мире, который ждет вас по ту сторону. Но чтобы действительно покинуть денежную игру, вам необходимо приложить собственные усилия. Я в точности объясню, что именно нужно делать, когда и как. Моя поддержка останется с вами на всем протяжении пути. Но это путь, и достижение его конечного пункта займет какое-то время. От вас же потребуется целеустремленность, терпение, настойчивость и дисциплинированность. Если вы останетесь преданным этому пути и сделаете все необходимое, то награды, которые встретят вас, превзойдут самые смелые ожидания. Я утверждаю без малейшего сомнения, что как только вы освободитесь от денежной игры, деньги вообще перестанут быть для вас проблемой. Вы навсегда перестанете беспокоиться о счетах, наличности или балансе чековой книжки. Исчезнут вопросы. Могу ли я это позволить себе? Должен ли я это покупать? Прекратится беспокойство о входящих и исходящих потоках денег в вашей жизни, об активах и пассивах, собственных сбережениях, доходе, долгах, прибыли или налогах. Не останется места для замешательства, стресса и растерянности, которые приходят одновременно с необходимостью управлять своими деньгами, защищать их и увеличивать накопленное состояние. Не будет необходимости сводить концы с концами или отказываться от удовольствия и роскоши. Как только вы освободитесь от денежной игры, не останется места для любых ограничений и предписаний, имеющих отношение к деньгам. Не важно, насколько волнующей и привлекательной это звучит сейчас, но на самом деле это даже близко не отражает того, как изменится вся ваша жизнь. Освобождение от денежной игры – это что-то такое, что необходимо пережить, чтобы это понять. И употребляя словосочетание «денежная игра» по вполне определенной причине, чтобы узнать об этом больше, а также познакомиться с правилами этой игры, переверните страницу главе 1. Субтитры создавал DimaTorzok